Старый город 50-х годов. Улица Абая, проспект Нурсултана Назарбаева, Бухаржирау, скрытые Панфилова и Джамбула, а также привлекающие внимание ДК Горняков. Владимир Проценко родился и вырос в Караганде. Он за этот год познакомился с городом заново. Во-первых, очень много на что, может быть, раньше не обращал внимания, какие-то архитектурные ансамбли, особенно в старом городе, орнаментальной композиции. То есть, вот это было очень интересно. Какие-то дворики, которых я раньше не бывал и не замечал. Началось такое подсматривание за городом, очень интересное. Свою предыдущую деятельность художник связывал со степной живописью. Пейзажи просторов Сырой Арки, национальные игры, лошади и портреты. Внезапно появилось желание изобразить город. Вместе с этим изменился и стиль – от академического к лёгкому импрессионизму. А так как основной этап работы пришёлся на период пандемии, можно даже проследить, как менялась жизнь карагандинцев. И есть вот вещи, допустим, первые открытия кафе летом. Это было очень скромно, тихо, без всякой музыки. Люди сидят. И вот эти вот ощущения вот этого – вот-вот-вот, сейчас что-то начнётся, нормальная жизнь. Ну, вот это вот всё запечатлелось. И были пейзажи, в которых вообще не было людей. То есть вот локдаун. Город пустой. И потом постепенно он начинает наполняться людьми. Ну, то есть вот такая вот история города, ну, в такой вот сложный период. Искусствовед Лариса Зоренко – старая подруга художника. Она была практически свидетелем создания экспозиции. Признаётся, что в галерее царит радость, а некоторые пейзажи даже напоминают Париж. Мне кажется, у каждого, тот, кто очень давно живёт в Караганде, есть свой милый уголок, любимый. Тот же наш бульвар, где ходят и прогуливаются драмтеатры, дворики, архитектура, да, именно, 50-х годов, которые тоже не могут заменить наши современные, простите за грубое выражение, сундуки, которых наставили по всему городу. Уйти без впечатления невозможно. Каждому придётся по вкусу что-то своё. Ну, а для мастеров холста и кисти – это ещё одна возможность почерпнуть для себя секреты коллег. Мне очень понравились картины. Они отображают наш прекрасный город. Какие-то нюансы, краски. Очень понравились картины парка. То есть деревья, сами пейзажи понравились очень сильно. В принципе, картины очень яркие, красочные. Выставка «Четыре сезона» в галерее «Алтынгасыр» продлится до 31 марта. Вход свободный в любой день недели с 10 до 18.00. А понравившиеся работы можно приобрести. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.